Неусловно хотелось бы высказать слова благодарности, возможность выступить на данном мероприятии, обсудить, на мой взгляд, очень сложные с точки зрения радиационной онкологии вопросы лечения пациентов с заболеванием мочевого пузыря. И для многих коллег, когда сталкиваемся с данным пациентом, всегда достаточно много нюансов, вопросов, на которые, к сожалению, мы не имеем однозначной доказательной базы и не имеем однозначных ответов. Но, тем не менее, клиническая ситуация есть, и нам надо решать, в вершине ее решать, в вершине угла которой стоят, в первую очередь, интересы, здоровье, качество жизни пациента. Прекрасный доклад Марии Игоревны, и очень сложно, конечно, выступать после подобного обзора ключевых моментов. Но я постараюсь, возможно, с точки зрения радиотерапевта, какие-то ключевые, может быть, ключевые моменты, ключевые точки, какой-то свой взгляд на определенные вещи продемонстрировать. Когда мы говорим об заболевании мочевого пузыря, и когда готовился к данному мероприятию, в рамках Международного агентства атомной энергетики подразделение, отвечающее за лучевую терапию, анализируют все аспекты лечения пациентов лучевым методом лечения, есть проекты, направленные на планирование радиотерапевтической помощи. И в рамках того, чтобы определить потребность в том или ином виде потребности лучевой терапии, был разработан некий уникальный универсальный коэффициент, показатель, коэффициент, используемый в лучевой терапии. Можно, конечно, много об этом дискутировать, но имеет место быть такой параметр, который направлен на оценку потребности лучевой терапии определенных нозологических единиц. И для меня никогда не вызывало, например, открытие при опухоли головы и шеи, что это достаточно высокий коэффициент. Пациенты, каждодневный пациент, с которым мы сталкиваемся с заболеванием молочной железы, прямой кишки, предстательной железы, онкогинекологии, социально значимые проблемы, каждый день мы видим этих пациентов. Но когда я погрузился в оценку этой потребности в странах Европы различных систем здравоохранения, то оказалось, что потребность лучевой терапии при заболевании мочевого пузыря тоже, скажем, находится на достаточно высоком уровне и сопоставим с результатами вышеуказанных нозологических единиц, которые представлены на данном слайде. По крайней мере, эта информация лично для меня была, чтобы заново переосмыслить, пересмотреть, возможно, место лучевой терапии в лечении данной категории пациентов. И такая богатая научная дискуссия, которая сейчас развернулась, различные взгляды, мнения и отсутствие какого-то четкого, точного определения места лучевой терапии, в частности, лечения данной категории пациентов, они отображают даже в интерпретации определения показаний к лучевой терапии. Вот лично для меня, когда я анализировал, скажем так, европейских коллег, показания европейских коллег, которые более радикально, скажем так, настроены в отношении именно хирургического подхода и рассматривают лучевая терапия как органосохранное лечение, как органосберегающее лечение, как альтернатива хирургическому лечению или для пациентов, которые не подходят к хирургическому лечению, то в НССН немного более толерантно отображается место лучевой терапии. И принцип консервативного лечения следует исходить из того, что возможно рассматривать из соображений, что возможно не требуется мгновенно сейчас в ближайшее время приступать к хирургическому агрессивному вмешательству. Ну, небольшой план моего доклада о том, я коснусь вопросов лучевой терапии в лечении больных заболевания мочевого пузыря с лимфоденопатией и, конечно же, вопросов лучевой терапии, так как в аудитории есть радиационные онкологи, достаточно интересное исследование продемонстрирую. Мы уже говорили об этом, что концепция органосберегающего лечения, TMT, это мультимодальный подход к лечению пациентов, радикальная резекция, радикальный курс лучевой терапии с соблюдением, то, что мне максимально симпатизирует в предшествующем докладе, что это очень важно, это радикальный курс лучевой терапии, принципы радикализма, радикальные дозы, радикальные объемы облучения лечения без перерыва и, безусловно, интенсификация консервативного лечения в сочетании с химиотерапевтическим лечением. История, я не могу об этом не сказать, потому что для молодых онкологов в том числе, что история изучения органосберегающего лечения, она находится, значит, давно, и есть исследования, результаты опубликованы в конце прошлого, начало этого века, где анализируются пятилетние результаты. И, то есть, у мы ученых, клиницистов, эта проблема занимает уже достаточно большой промежуток времени. К сожалению, в силу таких основополагающих исследований и исследований, которые я выбрал для построения вектора своего доклада, они пересекаются и с исследованием, которое продемонстрировала Мария Игоревна, поэтому я в данном случае не буду на них останавливаться. Но концептуально я хочу сказать о том, что действительно вот эти факторы прогноза эффективного органосберегающего лечения, которые позволяют добиться, создать предпосылки, попытки эффективного лечения, это пациенты с небольшим размером опухоли, с максимальным, все-таки в большинстве тех исследований, которые анализируются, мета-анализы, все-таки радикализм трансфер-утральной резекции непосредственно является прогностическим фактором, отсутствие гидронефроза и многие другие. И таким образом, при таком идеальном, в идеальном, у идеального пациента возможности, при наличии полного ответа на химио-лучевую терапию, потенциально у 80 пациентов мы можем рассматривать вопрос о сохранении органа. На данном слайде просто кумулятивно отобразил ту палитру разных факторов, которые необходимы учитывать при планировании тактики лечения в рамках консервативной терапии. Мария Грин продемонстрировала, что по сути есть два подхода в химио-лучевой терапии, либо непосредственно сразу же начинать с химио-лучевой терапии, либо же есть онкологические школы, которые подразумевают индукционную химио-лучевую терапию с оценкой эффекта лечения. Просто на данном слайде я продемонстрировал некоторые алгоритмы, возможные алгоритмы ведения пациентов разных клинических школ. Даже в Соединенных Штатах Америки разные клинические институты по-разному применяют тот или иной алгоритм, как мы сказали ранее, либо с индукционной химио-лучевой терапией, либо сразу же на химио-лучевой терапии после ТОР. Вопрос о БНН-адъювантной химиотерапии перед надъювантной химиотерапией в рамках организмоперегающего лечения. Я специально выбрал два исследования, это исследование и следующее, которые лежат в основе рекомендаций НССН, которые ссылаются в них в последней версии. И я хочу сказать и акцентировать внимание на том, что в этих исследованиях неодъевантная лучевая терапия заведомо не показала свою эффективность у тех, кто имел полный клинический ответ на индукцию. Вот на этом слайде, посмотрите, пожалуйста, я красными рамками выделил тот сценарий, ту группу пациентов, которые были анализированы в этих работах. То есть заведомо некие уже можно обсуждению подвергать эти результаты. То есть пациентов после индукционной химио-лучевой терапии, если был достигнут ответ, то их отправляли на химио-лучевой терапию до радикальных программ. И мы в этой категории пациентов оценивали уже необходимость неодъевантной химиотерапии. Хотя, на мой взгляд, наверное, интересно было бы наоборот, условно. Может быть, это цинично звучит. Наоборот, даже если не было бы полного ответа, отправить на химио-лучевую терапию и тогда оценить, посмотреть, был бы какое-то неодъевантное преимущество или нет. Поэтому, к чему я говорю? К тому, что когда мы сталкиваемся с пациентом первичным, даже мы же не можем прогнозировать однозначно, что пациент ответит на химио-лучевую терапию, насколько он ответит на химио-лучевую терапию. И вот это самый сложный вопрос, который мы имеем перед собой. И это в рамках такого индивидуального, персонализированного подхода. В дальнейшем скажу, может быть, даже такой термин, как химиотерапия адаптивная, органосберегающая лечение. Мария Игоревна говорила об важном вопросе полноты ответа, и доктор Митин с коллегами продемонстрировали результаты исследований, что достижение после индукционной химио-лучевой терапии либо полного ответа, либо так называемого почти полного ответа, который заключается в неинвазивной популярной карциномии или карциномии сита, без достоверных различий в показателях, онкологических показателей, может приводить к хорошим результатам. Поэтому в данных ситуациях рекомендовано проводить и продолжать курс химио-лучевой терапии до радикальных доз. Вот тот самый термин, который я сейчас использовал при подготовке к докладу, нашел исследование наших китайских коллег. Я хочу сразу же предупредить, чтобы абстрагироваться от хирургического компонента, а именно направить вектор на консервативный химио-лучевой компонент. То есть интересный дизайн о том, что сначала пациентам с локализованным раком мочевого пузыря проводят индукционную химиотерапию, потом оценка эффекта, пациенты имеют ответ, продолжают химиотерапию. Если как частичный ответ мультидисциплинарной команды обсуждается вопрос, по какому пути пойти, продолжается химиотерапия. И, соответственно, если мы достигаем полного ответа, продолжаем химию, проводим консервативное лечение. И вот показатели, вот нижний график, просто на синюю кривую, показатель, онкологические показатели достигают 88% при таком, скажем, адаптивном подходе к ведению пациентов. При этом локальный рецидив находится на достаточно низком уровне в палитре всех тех исследований, где в среднем в мета-анализах об локальном рецидиве информации идет на 40%, 30%, условно, плюс-минус, то здесь речь идет о 10%. Конечно же, интересна, безусловно, интенсификация вообще в целом в современном тренде химио-лучевой терапии. И в поисковой сети нашел интересное исследование, посвященное в только начальной разработке, безусловно, оценке безопасности, сочетании химио-лучевой терапии с современными возможностями лекарственной терапии, которая потихонечку интегрируется в умы ученых, клиницистов в настоящий момент. Сложнейшая категория пациентов. Безусловно, должен прокомментировать, что да, мы уже не говорим о варианте ТМТ, а говорим, сейчас будем вопрос, наверное, поднимать вообще о роли лучевой терапии в лечении этой категории пациентов. Сложнейшая категория пациентов с региональной лимфоденопатией, которая, несмотря на всю свою сложность, этих пациентов, безусловно, возможно рассмотреть вопрос с лучевой терапией, химио-лучевой терапией. И в современных рекомендациях есть это место. Но все не так просто. Чтобы не быть голословным, это сложнейшая категория пациентов с высоким потенциальным риском метастазирования. И в разных обществах, в разных каких-то документах постоянно обсуждаются и фигурируют цифры, что даже при постановке первичного диагноза уже у каждого четвертого пациента есть потенциально отдаленные метастазы. А тем более, если имеет место наличие региональной лимфоденопатией, это чрезмерный фактор, неблагоприятный фактор вот такого системного, дальнейшего системного, уже имеющегося системного распространения опухолевого процесса. Но все равно, что же нам делать с пациентами с региональной лимфоденопатией? Вот данное исследование, в котором было проанализировано данные за 10 лет от полутора тысяч клиник, большое количество пациентов. Опять-таки, когда мы оценим все эти исследования, это анализы, большое количество нюансов, недостатков, которые имеют место быть, которые невозможно учесть при анализе. И, конечно же, их сложно однозначно внедрить в результаты и однозначно сказать, что вот так, по такому пути, по такому алгоритму надо вести пациента. Ну, вот это исследование, пациенты были условно разделены на 4 группы, в которых проводилась химиотерапия, химиотерапия плюс хирургический компонент, химиолучевая терапия и полноценная, условно, группа, если можно так выразиться, радикальная цистектомия с химиолучевой терапией. Результаты этого анализа показали, что хирургический компонент, хирургическое лечение обладает непосредственным преимуществом в лечении данной категории пациентов. Но в заключение авторы говорят, проанализировав это исследование, что мужчина в возрасте моложе 66 лет, с низким коммобильным индексом, в котором проходили лечения в серьезных учреждениях, а также авторы оценивали вариант такого популяционного экономического аспекта, как страховки, имеет значение в интерпретации результатов лечения. И сами же авторы говорят о том, какие недостатки и ограничения. Молодые пациенты, как обычно, как во всех исследованиях, которые мы возьмем палитру и будем смотреть, достойно чаще получают хирургическое лечение. Хирургическое лечение проводилось, безусловно, экспертами мирового уровня, что достоверно чаще в академических центрах. Не рассматриваются, не учитываются дозы, объемы лучевой терапии, также компоненты консервативного химиотерапевтического компонента. Другой момент, который бы я хотел продемонстрировать, пациенты с пораженными лимфатическими узлами. Проведение химиотерапии. Насколько проведение химиотерапии... Так, извините. У меня перестало работать. Пациенты с региональной лимфоденопатией, большая категория пациентов, индукционная химиотерапия. Это исследование, вы все прекрасно знаете, что достоверно улучшает результаты, показатель общей выживаемости у пациентов перед цистектомией. Но, опять-таки, клинически, онкологически лучевая терапия тоже является локальным методом лечения. И почему бы данный подход, данную основу тоже не расценить в рамках локального метода лечения пациентов органозсохрана, потому что колоссальное количество пациентов, которые являются не кандидатами для хирургического лечения, но просто они неоперабельны в силу коммобильного фона или еще каких-то состояний, и тогда рассматривать вопрос индукционной химиотерапии тоже у данной категории пациентов. Следующий момент. Есть концепция, что стоит ли к химиотерапии добавлять лучевую терапию у пациентов с пораженными лимфоузлами. Опять-таки, ссылаясь на метаанализы, мы находим некое исследование, большая группа пациентов, после обработки всех этих данных мы видим, что было проанализировано порядка 2000 пациентов. Какие же выводы в этом исследовании? Что медиана общей выживаемости у пациентов с химиотерапией выше? Но, опять-таки, много вопросов. Отсутствие однородности групп, много дополнительных факторов, не позволяют максимально объективно оценить результаты. Поэтому сами же авторы говорят и об этом и пишут в обсуждении своих результатов, что химиотерапия предоставлена чаще была у пациентов пожилого возраста с большим размером первичной опухоли, большей частотой нейротелиального рака. И, опять-таки, такое клиническое высказывание, предположение, что если более равномерные группы создать, то результат преимущества в медиане выживаемости будет выше. Гарантия качества лучевой терапии – очень важный компонент. Мы можем говорить, когда мы говорим вообще об эквивалентности химии, трехмодального лечения, мы можем говорить только тогда, когда соблюдены все принципы гарантии качества лучевой терапии. Я всегда демонстрирую высказывания своего учителя, профессора Ткачева Сергея Ивановича, который является основателем и внедрением всей современной трехмерной лучевой терапии в Российской Федерации. Есть даже банально, можно высказаться о том, что была проведена работа, условно оценивать современные технологии 3D и 2, двухмерной конвенциональной лучевой терапии, чтобы не быть голословным. Было две группы. На этом сайте представлено, что они эквивалентны между собой по клиническим показателям, характеристикам пациентов. И в группе трехмерной конвенциональной лучевой терапии результаты выше. Но это не значит, что технология сама по себе лечит. Нет, это говорит о том, что данные подходы современной технологии позволяют добиться точного подведения дозы, гарантии точности лечения, ввиду чего достигается частота полного, в частности, в этой работе. Частота полных ответов достоверно чаще была именно в группе трехмерной конформной лучевой терапии. Ну и в силу этого, возможно, и вот такие лучшие результаты в пользу современных технологий. Для радиационных онкологов, безусловно, интересны дозы, которые нам следует подводить к опухоли, к первичной опухоли, к мочевому пузырю. Есть большое исследование, популяционно-основный анализ, который рассматривает различные варианты суммарных очаговых доз. Меньше 60 Грей, больше 66, как экстремальное, ну и среднее положение. И однозначно, что по выводам авторов, дозы меньше 60 Грей на первичную опухоль не следует подводить. Стоит ли подводить дозу больше 66 Грей? Тоже однозначных преимуществ не было получено. Поэтому на основании этого исследования уникальная, универсальная доза, суммарная доза на опухоль следует подводить не менее 64 Грей, что и отображено в современных условно-клинических рекомендациях. Современный тренд, конечно же, это один из возможных, это режимы гипофракционирования, режимы деэскалации объемов облучений. И в этом направлении тоже имеют место изыскания радиационных онкологов. Интересное исследование, схематично его отображу, что в этом исследовании красным, ну, синий круг отображает, по сути, мочевой пузырь, красная часть – это опухоль мочевого пузыря. То есть суть заключается в том, чтобы на опухоль мочевого пузыря условно подводить дозу, достаточную 64 Грея, не меньше, а на оставшуюся часть мочевого пузыря можно, ну, в этом исследовании доза уменьшена, там, условно, до 50 из-за Грей. И авторы оценивали как онкологические результаты, так и токсичности. Как ни парадоксально, даже при уменьшении объема облучения до эскалации вот этой высокой дозы на объем, достоверных различий в переносимости лечения не было получено. Также не было получено и различий в локорегиональном контроле как основной показатель влияния и в оценке вот всех нюансов подведения дозы. Поэтому потенциально мы можем рассматривать и такой алгоритм протокол лечения наших пациентов в подведениях радиотерапии. Тренд гипофракционирования, безусловно, сейчас везде, и заболевание мочевого пузыря, он тоже коснулся, и есть результаты мета-анализа, которые посвящены сравнению двух режимов фракционирования. Классическому фракционированию за 32 сеанса и гипофракционированию и интенсификации лечения за 20 фракций. И в результате авторы не получили достоверных различий... Спасибо, я заканчиваю. Авторы достоверно не получили различий в поздней токсичности, то есть именно двухлетней, пятилетней токсичности, это та токсичность, которую мы ассоциируем с качеством жизни, и с онкологическими результатами. Хотя некий тренд к лучшим показателям локорегионального контроля при интенсификации лечения не имеет место быть. Но это можно объяснить интенсификацией лечения и чуть-чуть, заведомо, большая доза, нежели 64 ГР. Благодарю за внимание.